МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Елена Чач продолжит начатый вчера рассказ о государе Петре Первом. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем рассказ об императоре Петре Первом из исторического парка «Россия. Моя история». Здесь из информации, представленной на интерактивном экране, мы можем узнать о строительстве флота, о Северной войне, и о Полтавской битве отдельно. Также и об основании города Святого Петра, Санкт-Петербурга. Здесь же мы узнаем о судьбе петровских реформ, узнаем о провозглашении России и империи, когда в честь мира со Швецией в 1721 году Сенат и Синод преподнесли государю титул Отца Отечества Императора Всероссийского Петра Великого. Узнаем мы здесь и о подчинении Церкви государству, когда было ликвидировано патриаршество, а вся церковная власть была передана Святейшему Синоду, который был полностью под контролем императора. На самом деле Церковь переживала тогда не лучшие времена. Уменьшалось количество монастырей и количество монахов, из церковных колоколов отливали пушки, нарушалась тайна исповеди. Но все-таки все было не столь мрачно. По указам императора Петра I строили храмы в Москве и Санкт-Петербурге. Сам император оставался глубоко верующим человеком. Например, такой малоизвестный, но весьма показательный факт. Петр I до самой своей смерти не расставался со своей мерной иконой. А что такое мерная икона? Это была икона, написанная в меру новорожденного младенца. То есть царь Алексей Михайлович, когда у него родился сын Петр, заказал придворному иконописцу Симону Ушакову написать икону на доске, которая размерами своими соответствовала бы размерам, мере его сына, новорожденного младенца Петра. Ну и вот Симон Ушаков написал такую икону. Там были изображены живоначальная троица и апостол Петр. С этой-то иконой император не расставался до самой своей смерти. Здесь же, в этом зале, есть стенд, на котором представлены различные интересные факты о времени правления Петра I. Оказывается, при Петре I были учреждены ордена Святого Петра и Святой Екатерины, зародились концерты, зажегся первый маяк, была открыта первая биржа, в России появились кактусы и тюльпаны. Кроме того, при императоре Петре I начинается расцвет каменного строительства, происходят и многие другие интересные события. А рядом, из информации, представленной на интерактивном экране, мы можем узнать о различных великих сражениях времени правления династии Романовых. Например, о Полтавской битве, о Чесменском сражении, о взятии Измаила, ну и вот даже о Бородинском сражении. Дорогие телезрители, мы еще вернемся в исторический парк «Россия. Моя история». Сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова